Всем здорова! Сегодня я предлагаю немного обратить внимание на сервера основной версии Lineage 2. Как по мнению, несколько далековато ушли от основной концепции игры, однако на сегодня имеют ряд интересных преимуществ. К примеру, вы можете играть любой расой на любом классе. Кмэйли Сха, Дестер Хилл и так далее. Система двойных классов носит интересное разнообразие, о котором я всегда мечтал. Также неплохо реализована Олимпиада, и она является очень интересным игровым событием, за которым следит чуть ли не весь сервер. Также тут много интересного контента, который я еще не трогал, ну и соответственно, почему бы не глянуть в эту сторону. Заходя наперед, я записал подкаст с одним из топ игроков мейн-версии, и прямо сейчас вы можете посмотреть его по ссылке в описании. Мой же ролик будет про первые шаги в этой версии и про варианты возможного развития. Экспертом я не являюсь, если вы более прошарены, чем я, объясните, что я делал не так в комментариях, но вообще очень интересно многие вещи пытаться делать самому, а не через гайды. Ведь когда я только первый раз попробовал линейку, мне было жутко интересно во всем самому копаться. Конечно, профита в этом было мало, но эмоции, как обычно, не забываем. В общем, для начала зайдем в редактор персонажа. Как видите, классы тут немного другие, нежели чем в эссенсе, есть даже некоторые прикольные нововведения. Обратите внимание, например, на эту молодую особу, которая почему-то не может нормально стоять на месте и постоянно развивается. Интересно, что же ей мешает стоять смирно. Решил я сделать старого доброго шустрилу сырка. Вроде лучник не будет бегать между мавами и должна показывать себя на каче более-менее адекватно. Далее я решил чуть прогуляться по локациям и городам. Как видно, народ вполне себе активничает и, вероятно, я нашел вот так на Абум далеко не самые популярные локации. Однако, свободных спотов совсем нет. Стартуем линейку с первых квестов. Проходим обучение и, потихоньку наращивая себе уровень и меняя экипировку, вкатываемся в игровой процесс. Чтобы качаться в автоматическом режиме, тут нужно создавать макрос. Пожалуй, не так удобно, но более гибко. На сороковом уровне получаем свой первый шмот, вот такого вот цвета ржавой меди. Также нам дают пушку и всякую мелочевку. Порадовало количество атак по площади, которые может использовать лук. Качаться на таких всегда приятнее, чем в таргет. Недостатка маны, по всей видимости, тут не существует, а откаты скиллов, пожалуй, довольно большие. Возможно, нужна более тонкая настройка макроса, либо на этом этапе игры автоатак не избежать вовсе. Продолжаем обучение. Тут даже присутствует какая-никакая сюжетная линия, насколько я понял, про Леонида Агутина, который покрасил волосы и теперь заново должен обретать свою популярность. Вместе с ним получаем 85 уровень и берем третью профу. Еще немного буста и залетаем в следующую локацию. Агутин пока что пропадает из поля зрения, ну а мы уже встречаем врагов посерьезней. Атаками по площади тут не получится драться, потому что нас слишком быстро положат. Поэтому стоит потратить время на изучение скиллов и создание адекватного макроса. Персонаж так или иначе подкачивается довольно быстро, и можно обратить внимание на вот такую панельку дополнительных умений, где можно тратить поинты на развитие характеристик. Уверен, я настроил все совсем неверно, но вроде можно будет в дальнейшем все это дело поменять и уже сделать грамотно. В общем и целом убивали местных вампиров мы вот так вот еще до 99 уровня, попутно получив всякую экипировку. Лук, плащ и вот такую вот мелочь. Далее следует цепочке квестов, нас призвали в Аден, и опять плюс-буст и продолжаем изучать игру. Вот этот НПС позволит нам, не меняя скин светлого эльфа и расовые скиллы, взять какой угодно класс как основной. Также тут можно иметь дуал класс на случай, если вам захочется немного повысить уровень своей универсальности. Как по мне крутая идея, так как к примеру у мага и хила может быть похожий шмот, и таким образом вы и пати свою сможете поддерживать и в соло пофармить в случае чего. Ну тут стоит какая-то пара с младенцем, наверное попрошайки. Далее нас отправляют в раскаленные топи, и давайте смотреть что там. Вся локация забита игроками, качаются кто как может. Я играл поздно ночью, поэтому пати собрать было проблематично, однако видно по поиску группы, что люди объединяются довольно охотно. Попробовал одну из временных зон, но покачаться в соло тут кажется несколько сложно, поэтому нужно вставать в топе. Выбираем удобный камень, на котором нас не достанут, и потихоньку начинаем прогрессировать. Использовать АОЕ умение все еще довольно опасно, поэтому качаемся исключительно таргетно, не забывая обновлять баф, который нам как новичку пока что дают совершенно бесплатно. Через несколько часов сотый уровень был взят, и настало время забирать награды, которые нам должны. Тут прям все очень вкусно, и новый сет, и новая внутрянка, пушка, и даже камень для ее улучшения. Отложим его пока что на потом. Самое время апгрейдить своего персонажа. Бежим ставить татуировки, которые нам дали, после этого можно и в барбершоп заглянуть. Очень приятная кастомизация, честно говоря, интересует два вопроса. Почему во всех версиях нет этой возможности, и можно ли нарастить модную прическу на вот этого товарища? Достаем из кармашка камень улучшения оружия, и с помощью главного кузнеца Адена апаем себе волыну. Дед приятней, хоть и немного СВЧ. Во всем Адене только я могу помочь вам. Берем немного расходки и возвращаемся на спот, ведь впереди следующий квест, и мне даже страшно представить, что нам дадут по его завершению. Ставим удары по площади в наш рабочий макрос, и видно, что теперь стоять будет куда интереснее. А там можно и в инсты с народом начать ходить, и даже я слышал, что можно продаться в ученики за очень круглую для новичка сумму. Кстати, можно прикупить премиум аккаунт и выкачивать таким образом твинов на продажу. А если приодеться, то возможно удастся прогнать таких по паре в день. В общем, звучит перспективно, и вполне можно попробовать. Но это будет уже в следующей серии. А теперь, если вам так же интересен мейн, как и мне, приглашаю послушать подкаст с опытным игроком, который поотвечал на мои нубские вопросы. Хочешь попробовать игру на мейне? Ссылка с бонусами в описании. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем ролике. Пока.